Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, уважаемые раки. Сегодня у нас сейчас уже заканчивается апрель и время подошло к тому, что можно начинать делать расклад на май. Что я предлагаю вам сделать. Значит, давайте посмотрим, что ожидает вас, уважаемые раки, в мае, в следующем месяце 2020 года. В мае месяце. Что ожидает вас в раке в мае 2020 года. Тройка посохов, двойка кубков, король кубков и семерка посохов. Ну что ж, сразу бегло, глянув на расклад, можно порадоваться за вас, раки, на май месяц. За май месяц. Ну давайте посмотрим, что у вас тут детально происходит. Тон месяц задает карта двойка кубков. Очень хорошая карта. То есть складываться месяц будет у вас полюбовно, образно выражаясь. То есть все будет обоюдно. Вам будет нравиться. И той стороне, с которой вы будете иметь дело, тоже вы очень подходите. То есть все здесь можно сказать, что это относится в основном, наверное, к личным отношениям. И в этом плане май месяц у вас получается удачным. Значит, любовь любовью, отношения отношениями. То есть хорошее отношение, полное взаимоподчеркивая понимание, что есть очень хорошо. Но кроме этого ситуация будет развиваться следующим образом. Любовь любовью, повторюсь. То есть дела будут происходить, то есть жизнь продолжается, и дела нужно делать, и возможности открываются. То есть у вас ситуация складывается в мае месяце. Раки так, что появится возможность двигаться в новом направлении. То есть идут перемены, идут изменения. И можно даже сказать так, что так как было в прошлом, уже у вас происходить, продолжаться так не будет. Будут какие-то изменения. Я бы сказала, что, наверное, скорее всего в лучшую сторону, но не в шикарную. То есть там страз, блеска, шика, красоты какой-то такой не будет. Я говорю о мае именно. Я не говорю дальше. Мы не берем большое расстояние. Я говорю только следующий месяц мая. То есть шика, блеска в мае не будет. Не будет какого-то такого особого веселья и каких-то там баллов и праздничеств. Нет. Будет продолжаться битва, работа. То есть беготня, движения будут продолжаться. Причем семерка позахов вам говорит о том, что вам, знаете, это не тот момент, когда можно расслабиться и сесть, и сложить руки, и пустить, опять же, чего не будет. Видите, не будет воды, не будет самого течения. То есть вы не будете плыть как листочек по ручейку. Вам придется действовать. Карта говорит, что нужно в мае действовать. И вы будете действовать. И вы сможете, и у вас будут силы и возможности. То есть, в принципе, как я говорю, что месяц в мае у вас получается прекрасен. Ну, конечно, действовать нужно. И, конечно, здесь будут, наверное, какие-то усталости. Потому что здесь вы будете действовать в одиночку. Не то чтобы сражаться против всех и вся. Просто вам придется самому как-то организовывать свои новые дороги, новые возможности, новые решения каких-то новшеств. Вот это будет одиночное, как говорится, соло. И при том, при том, что здесь идет взаимная любовь и взаимные прекрасные отношения, тем не менее действовать вы будете сами, в одиночестве, в одиночку. Ну, это, я так предположу, что это какие-то такие дела, которые, ну, это может быть работа, может быть какое-то свое новое дело. Ну, в общем, это новые возможности, и вы будете с ними справляться. Ну, что ж, раки, я считаю, что месяц май для вас получается, открывается хорошо. Предоставляет даже какие-то новые варианты в жизни. Вот, опять же, повторюсь, шика, блеска, красоты в мае не будет. Ну, будет возможность продвижения самого себя вперед. Вот такой получился расклад на май. И в конце мая будем дальше смотреть, что там будет на июнь. Оставлю также ссылочку на годовой расклад тут вверху, чтобы можно было посмотреть, кто хочет. И, кто не подписан, пожалуйста, ребят, подписывайтесь, не стесняйтесь, оставайтесь со мной. Вот, а я желаю вам здоровья в первую очередь и успешных продвижений вперед. А с вами была Людмила и канал Тартология. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok